Всем еще раз добрый вечер. Надеюсь, сейчас будет чуть-чуть попроще, чем предыдущего докладчика. По всем уважению, вот, значит, наблюдаемость более простая тема у меня сегодня, вот, чем губернетис. Значит, меня зовут Иван Федоров, я технический директор группы компании Natech. В IT уже более 12 лет, ну, наверное, как вот, начал обучаться этому ремыслу в университете. Я не так давно, в прошлом году, защитил кандидатскую диссертацию, делюсь опытом со студентами и также в онлайн-школе Отус. И, собственно, ну, такая моя одна особенность, которая, наверное, в жизни, с одной стороны, может быть недостатком, с другой стороны, это большое преимущество, если вы работаете в сфере системного администрирования. Я ленивый, вот, а это значит, что, то есть, я стремлюсь к тому, чтобы люди на работе, ну, скажем так, в моем, да, ремесле как можно меньше всего делали. И, соответственно, это как раз вот автоматизация, DevOps, опять же, наблюдаемость. Вот это все, на самом деле, в эту сторону направлено, да, то есть, наша задача с вами это упростить, как можно, да, как можно вот больше упростить работу наших, там, не знаю, ну, отделов саппорта, технической поддержки, кто сопровождает наше решение и проводит какую-то диагностику проблем у клиентов. Это, опять же, упростить работу разработчикам, да, то есть, автоматически как-то разворачивать сервисы, то есть, это тот же самый, да, там те же пайплайны, вот. Ну, и, в принципе, да, то есть, сделать нашу жизнь проще. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Говорить мы будем о наблюдаемости или о таком модном слове, да, observability. И, на самом деле, очень многие путают его с мониторингом, вот. И, соответственно, на самом деле разница между ними есть, и как раз я сегодня поясню, какая. Поговорим о том, за счет каких инструментов можно понимать, что сломалось, вот, но зачастую нас не спрашивают, что сломалось, да, то есть, что сломалось, и так понятно, например, сломалось ПО, а нас зачастую еще спрашивают, особенно если это вот клиент техподдержки, какого-то продукта, который вот компания, можете ему продавать, вас спрашивают еще, почему сломалось, как сломалось, когда сломалось, а как сделать так, чтобы больше не ломалось. И вот чтобы на все эти вопросы у вас были ответы, как раз вот помогает инструмент observability. Вот. Ну и поговорим о том, что сегодня у нас есть, да, то есть, что вообще обычно встречается в рамках различных инфраструктур и что, скажем так, модно использовать на сегодняшний день. Я не буду показывать именно, да, какие-то примеры, настройки и так далее. Уже вот именно какие-то прикладные вещи у нас есть на курсе. Вот сегодня мы просто такой обзор проведем по этим инструментам, по трем столпам, да, по трем китам observability так называемым, и посмотрим, как это нам может помочь. Значит, ну, начнем, да, с того же, как я и обещал, в чем разница между observability и мониторингом. Вот. То есть, observability, да, или наблюдаемость по-русски, это способность системы предоставлять внутреннюю информацию о своем состоянии. То есть, какая-то информация это о том, как система у нас, в принципе, работает. То есть, она работает корректно, некорректно, сколько времени выполняются запросы, какие есть показатели, да, то есть, метрики, например, там, какое количество запросов у нас приходит в минуту, в час, в сутки и так далее. Да, как у нас растет, например, утилизация ресурсов, которые требуют наше приложение. И, значит, что у нас там творится в логах. То есть, это, на самом деле, огромный пласт информации, который нам позволяет как-то, ну, проводить диагностику, прогнозировать аварии, расследовать какие-то инциденты. Если у нас что-то ломалось когда-то, да, и мы можем, вот, благодаря каким-то данным это все дело посмотреть. Мониторинг же, да, это некий процесс наблюдения за состоянием системы в реальном времени. То есть, когда мы уже с вами получаем какие-то количественные показатели, и благодаря этим показателям мы с вами можем, ну, понять, что у нас происходит в системе, да, какой у нас, ну, тренд, например, там, роста нагрузки или, наоборот, падения нагрузки, рост количества запросов, наоборот, падения количества запросов, да, то есть, мы, соответственно, ну, получаем просто некие метрики. То есть, это всего лишь часть observability, на самом деле. Observability, или как вот на слайде написано, O11Y, да, то есть, ну, это потому что 11 символов между первой и последней буквой в этом слове. Оно строится на трех китах. Это метрики, логи и трейсы. Вот, и, соответственно, есть три процесса, которые отвечают за сбор метрик, за сбор логов, да, и за сбор трейсов. Вот, соответственно, в том числе наше приложение должно как-то уметь тоже эти метрики отдавать, писать куда-то логи и как-то выдавать нам тоже трейсы. Это все достигается различными способами, вот, и за эти все три процесса, да, за эти все три показателя отвечают разные инструменты. И самый простой из них, да, то есть, это, наверное, начнем с метрик, это мониторинг. То есть, мониторинг – это метрики. Соответственно, зачем нам вообще метрики собирать? То есть, ну, во-первых, для того, чтобы понимать, что у нас, в принципе, происходит в системе. То есть, если вы занимаетесь системным администрированием, если у вас, ну, если вы системный администратор, то, скорее всего, у вас, ну, не знаю, лично вот у меня чисто профессионально через… Если я не заходил на сервер на какой-либо, где работает какое-то приложение, которое, там, я настраивал или которое я должен сопровождать, то у меня возникает информационный голод, что там вообще творится с точки зрения работы системы. То есть, у нас частая самая распространенная ошибка от админов, да, особенно начинающих, это в том, что они на сервер не заглядывают. И в этом как раз скроются все проблемы. То есть, обычно приложение падает по каким-то, ну, таким детским причинам, что, не знаю, закончилось место на диске или просто выросла нагрузка на процессор, стало больше запросов, стала больше утилизация ресурсов, а ресурсов, там, на виртуальную машину не добавили. И, соответственно, у нас начинаются тормоза, у нас сервис начинает деградировать, клиенты, конечно, становятся недовольными, уходят к конкурентам, бизнес теряет деньги, да. То есть, соответственно, метрики – это, на самом деле, просто некие количественные показатели, которые позволяют нам решить, нужно ли нам добавлять ресурсы, нужно ли нам вообще как-то масштабироваться, или можно еще жить на текущих мощностях какое-то время, вот, где у нас узкое горлышко, что нам где нужно оптимизировать. Вот, мониторить мы можем, на самом деле, все, что угодно, то есть, начиная от железа, да, заканчивая какими-то бизнес-метриками, то есть, это и, там, технические метрики серверов, это и окружение, это работа сервисов, то есть, можно мониторить, не знаю, там, процессы, что они запущены, они есть в системе. Опять же, аудит событий, там, с точки зрения безопасности, да, здесь есть у нас специалисты по безопасности, вот, вы всегда, как правило, проверяете логи, какую-то аномальную активность, вот, опять же, да, мы проверяем, что у нас все пайплайны проходят, не падает ничего при сборке, вот, ну, и, опять же, да, есть бизнес-метрика, которая интересна, как правило, коммерческому отделу, да, то есть, сколько у нас пользователей, сколько у нас клиентов, вот, как часто они заходят на сервис, и так далее. И с точки зрения мониторинга, на самом деле, есть два таких глобальных подхода. Это так называемый blackbox-мониторинг, который вы видите на слайде, и чуть дальше, спойлер, да, будет еще whitebox-мониторинг. И blackbox-мониторинг, это, как правило, то, что вот раньше всегда настраивали, сейчас, в принципе, продолжают делать, это мониторинг приложения с точки зрения, ну, снаружи, да, то есть, с точки зрения того, что у нас сервис просто доступен, что у нас есть все, там, нужные для него, для его работы ресурсы, что у нас открыты все порты, на которые у нас клиенты подключаются, у нас все, там, пингуется между собой, да, то есть, вроде все окей. Но зачастую нас интересует, что у нас не просто приложение работает, оно работает корректно, вот, и поэтому есть whitebox-мониторинг, то есть, это дополняет модель blackbox, и мы с вами мониторим приложение не просто с точки зрения, что оно запущено, а что действительно у нас бизнес-логика корректно отрабатывает, что у нас действительно, ну, не знаю, если вот привести какой-то пример, у вас есть, допустим, сервис какой-нибудь, да, какая-нибудь вот внешняя корпоративная система, и вы знаете, что у вас всегда, там, не знаю, вот в день подключается, там, тысяча клиентов, и вдруг их внезапно стало сто, это уже что-то неправильное, да, то есть, это какая-то аномалия с точки зрения вот того, что у вас стало резко меньше пользователей, и по каким-то причинам, значит, они не могут либо в ваше приложение зайти, то есть, может быть, там не работает какой-то сервис авторизации или что-то еще, вот, и, соответственно, здесь как раз нужно, ну, то есть, сейчас современный вот требование к мониторингу, это как раз вот именно whitebox-мониторинг, то есть, мы не просто мониторим приложение снаружи, а мы еще инструментируем каким-то образом наше приложение для того, чтобы мы могли проверять корректность его работы уже именно с точки зрения бизнес-логики, именно изнутри. Ну, и с мониторингом часто еще, да, то есть, связывают алертинг, это на самом деле не одно и то же, да, то есть, алертинг – это как раз система предупреждения об ошибках, то есть, чтобы вы не заходили постоянно на вашу систему мониторинга, да, не проверяли там руками-глазами, что у вас там, как, какие метрики есть, вот, а вы просто настраиваете некие пороги, некие выражения специальные, да, триггеры, вот, можно назвать их так, и если у вас это событие наступает, то у вас система автоматически вам по какому-то каналу, который вы выбираете, отсылает алерт, да, отсылает предупреждение. Вот, здесь тоже частая ошибка новичков, то, что настраиваются алерты на каждый чих, то есть, хочется получать информацию обо всем вообще, то есть, все, что есть, не знаю, там, что-то поменялось, хотя бы чуть-чуть хочется сразу получить об этом вот оповещение, и на самом деле это плохая практика, то есть, алертов должно быть ровно столько, чтобы вот вы, ну, вам нужно просто это формализовать внутри там вашей корпорации, компании, да, что для вас действительно считается аварией, что вы считаете проблемой, и если к вам приходит алерт, то, соответственно, вы должны на него реагировать. Если вам пришло оповещение, и вы на это не среагировали, значит, такой алерт вам не нужен, потому что со временем вы привыкаете к этим алертам, и когда вам действительно что-то произойдет, и вам прилетит алерт, вы скажете, ну, и ладно, да, посмотрю, через полчаса, ничего страшного. Вот, на самом деле, там у вас уже сервер совсем умер к этому времени, и вы ничего не сможете починить, данные пропадут, да, то есть, соответственно, алертинг как раз вот не должен быть перегружен, и алертов должно быть ровно столько, сколько вот их именно нужно, и цена алерта должна быть высокая, то есть, вы, если к вам прилетает алерт, вы на него не реагируете, значит, это не тот алерт, значит, это что-то неважное. Вот, алерт, вы должны сразу бежать и смотреть, бежать, чинить. Значит, собственно, когда мы говорим про мониторинг, часто у нас сразу перед глазами всплывает система Zabbix, вот, обожаю эту систему, она очень крутая, у нас в Motus есть целый блок на курсе Observability про Zabbix, и она много где используется по сей день, вот, она развивается, очень классная штука, и, в принципе, с точки зрения мониторинга, ну, на самом деле, довольно распространенная, то есть, она, там уже есть много шаблонов встроенных, там есть множество возможностей, то есть, это такая монолитная система, она из коробки умеет и алерты слать, и там можно дашборды рисовать, и мониторить все, что угодно, вот, и, в принципе, много, вот, когда, вот, в принципе, мы говорим про мониторинг, очень многие сразу вспоминают Zabbix. Но мы сегодня говорим про тренды, и тренды, на самом деле, у нас немножко расплывчатые, вот, и, соответственно, есть еще множество инструментов мониторинга, которые сейчас активно используются, вот, то есть, ну, они перечислены на слайде, то есть, это тот же самый Zabbix, да, более такая тоже относительно, ну, его ровесник, наверное, это Nagios, вот, есть Graphite, есть Prometheus, да, GapStack, это Prometheus Alert Manager, Grafana, есть Influx, да, TickStack, там, Telegraph, Influx, хроногов, капаситер, вот, то есть, все эти инструменты, они, в принципе, нам, вот, нужны для одной и той же задачи, это для мониторинга, вот, и раз уж мы заговорили о трендах, то, на самом деле, очень такая модная сегодня история, это описывать инфраструктуру в виде кода, да, то есть, есть такой подход, инфраструкция за код, когда мы с вами пишем некий конфиг, да, то есть, это может быть, не знаю, там, YAML формат, допустим, и мы описываем, там, какие пакеты нам нужно поставить, на какой сервер, какого, какие виртуалки нам нужно развернуть, да, то есть, у нас есть множество инструментов, которые позволяют нам управлять конфигурацией, и, в принципе, мониторинг тоже очень удобно вот в эту парадигму вписывать, и если мы вернемся на предыдущий слайд, то, как бы, при желании можно и Zabbix вписать, да, в эту парадигму инфраструктуры за код, то есть, можно, там, установку Zabbix автоматизировать, там, через тот же Ansible, можно написать нужные шаблоны, можно написать нужные, там, скрипты, которые будут мигрировать базу с настройками, там, дашбордов и так далее, вот, но есть более простые системы, которые позволяют, в принципе, из коробки уже все, что нужно настроить, и одна из таких систем, это система мониторинга Prometheus, которая, на самом деле, намного проще, с точки зрения, вот, первичной настройки, чем Zabbix, почему проще, потому что в ней ничего нет из коробки, то есть, если Zabbix вам предлагает уже уйму всего, то Prometheus это абсолютно голая система, то есть, это, по факту, вообще, на самом деле, просто база данных временных рядов, вот, и дальше вы ее уже настраиваете, как вам надо, то есть, вы настраиваете нужные экспортеры, то есть, Prometheus это, ну, пул-модель мониторинга, да, то есть, он обходит конечные узлы и, соответственно, собирает по протоколу HTTP с них метрики, вот, и метрики он может собирать либо с помощью уже готовых экспортеров, коих, на самом деле, довольно большое количество, то есть, под все, практически, основные компоненты, которые могут использоваться для запуска вашего приложения, то есть, например, там, не знаю, веб-сервер, Nginx или Apache, какие-нибудь средства виртуализации, СУБД, какие-нибудь там еще балансировщики и так далее, уже, как правило, большинство этих компонентов, под них есть официальный экспортер, который отдает метрики для того, чтобы их можно было мониторить. Вы также можете мониторить, ну, инструментировать свое приложение, чтобы оно в формате Prometheus могло отдавать метрики, и, соответственно, Prometheus будет его опрашивать. Вот, опять же, если вам нужны алерты, то вы ставите рядом Алерт-менеджер, вот, настраиваете его на работу с Prometheus, и он будет по нужным вам событиям выцелать алерты. Если вам нужна визуализация, вы ставите графану и, соответственно, опять же, направляете ее на Prometheus и забираете оттуда, она смотрит, значит, метрики и строит по ним какие-то графики. Вот, опять же, там есть огромный банк дашбордов готовых, то есть, и, собственно, это все очень удобно. И, опять же, он с кубернетисом, кстати говоря, да, если делать отсылку к предыдущему докладу, очень хорошо работает. Вот, он автоматически может видеть, ну, да, контейнеры, которые запускаются. Там есть сервис Discovery, вот, и, соответственно, это все очень удобно. И самое главное, да, то есть, конфигурация Prometheus, она описывается в виде, вот, простого YAML-файла. То есть, вы этот YAML-файл можете залить в гид, да, то есть, мы его можете заверсионировать, и потом, если вы хотите что-то поменять в ваших настройках, вы можете просто поменять конфиг, да, потом настроить pipeline, и у вас автоматически этот конфиг улетит, куда нужно, и у вас будут новые настройки Prometheus, да. То есть, и, соответственно, это куда, ну, делает проще намного переезд, там, из одной инфы в другую инфу. То есть, если вам нужно взять и перевести ваш, там, сервер мониторинга куда-то в другое место, вы без проблем можете взять, поднять, да, сразу мониторинг с нужными настройками и так далее. То есть, это очень удобно с точки зрения, вот, поддержки просто, чайза код. Конфиг Alert Manager тоже, он в YAML-формате, ну, здесь он не приведен, вот, но, как бы, опять же, вот мы все это дело рассматриваем. Там подробно Prometheus разбирается и Alert Manager, и Zabbix, и прочие инструменты, вот. Ну, собственно, да, то есть, Alert Manager, это тоже, по сути дела, YAML-конфиг, и вы также его поверсионируете, также настраиваете все алерты и так далее. И что самое замечательное, то есть, на самом деле, в принципе, шаблоны, да, конфиги в Zabbix тоже, там, можно их как-то вынести, но Grafana, она очень тоже хорошо ложится в парадигму Infrastructure as a Code. То есть, Grafana, это платформа с открытым кодом для визуализации, и, ну, самая боль такая, да, при настройке дашбордов, это то, что у нас, если мы хотим их рисовать, нам их нужно как-то тоже либо версионировать хочется, либо еще что-то, потому что, ну, постоянно нажимать кнопки и постоянно что-то править, а потом обратно открадывать назад. То есть, это время, вот, опять же, да, мы вспоминаем то, что мы ленивые с вами, и нам хочется это как-то все делать автоматизированно. И Grafana, на самом деле, если брать с точки зрения вот того, что представляет из себя дашборд Grafana, это просто JSON. Это JSON-файл, а JSON, это, по сути дела, тоже конфиг. И, соответственно, мы его тоже можем заверсионировать, да, и куда нужно, ну, там, не знаю, в GitLab, закинуть в GitHub и дальше с ним работать. И, соответственно, есть целый подход, да, то есть, есть Infrastructure as a code, а есть еще подход Dashboard as a code, когда мы с вами можем дашборд описывать в виде кода, и мы можем делать некие свои библиотеки, да, с нужными нам элементами, с нужными нам манельками, графиками, их настройками, все это тоже формировать в виде кода и, соответственно, раскатывать по нашей инфраструктуре с нужными настройками и, опять же, да, то есть все это встраивать в DevOps-процессы, да, то есть в pipeline и так далее. Соответственно, как я уже сказал, в Grafana Dashboard это просто JSON, вот, ну, здесь вот маленький кусочек этого JSON показано, но, опять же, если мы говорим про тренды и про то, ну, так, не знаю, best practices, скажем так, то на самом деле вот этот JSON редактировать это не очень удобно, потому что даже если вы возьмете просто в Grafana создадите вот дашборд с каким-нибудь одним графиком, у вас это будет порядка, там, 100 строчек минимум, где-то, ну, 90-100 строчек у вас будет вот в JSON, и это очень тяжело читается. Поэтому есть специальные языки, которые позволяют упростить генерацию JSON, то есть вот, например, есть JSON.net, он позволяет нам описать некий манифест, ну, не как это можно, манифест, да, или это некий просто код. Вот, здесь можно использовать переменные, здесь можно использовать массивы, здесь можно компоненты дашбордов использовать повторно, то есть оформлять некие кусочки, как бы, в виде неких библиотек. И, соответственно, вот объем дашборда, то есть который, там, не знаю, был вот на 90 строчек, да, он у вас через JSON.net будет порядка, наверное, занимать строчек 20-30, вот. А если мы говорим уже про какие-то большие дашборды, то там еще больше, на самом деле, будет разница, да, большая пропорция, вот, с точки зрения экономии, вот. И эта штука, она куда более читабельна, и куда более просто сопровождается. Вот, для графана есть специальные библиотеки для этого, и, соответственно, вот таким образом очень удобно создавать, инверсионировать дашборды. Значит, это что касается мониторинга, да, то есть, значит, второй столб в Севабилити – это у нас с вами логи, вот. И логи – это, в принципе, как системные логи, в том числе и это логи нашего приложения с вами. И, в принципе, здесь есть первые логи, да, логи мы можем хранить локально на каждой виртуальной машине, вот, но в этом случае нам нужно как-то будет, если что-то случилось, ходить на каждый сервер и смотреть там логи. Другой вариант все-таки как-то централизованным, ну, сделать вот этот процесс централизованным, да, и, соответственно, хранить логи все на каком-то центральном сервере. Таким образом, да, у нас будет сегрегирована на нем вся информация, там можно эти логи еще как-то индексировать, опять же, можно настроить права доступа. Да, у нас с точки зрения безопасности тоже сложнее логи как-то локально подделать на конечных узлах, вот, и поэтому, да, то есть лучше логи сливать на какой-то отдельный центральный сервер, который именно предназначен для сбора логов. Это можно делать стандартными системными инструментами, то есть, в принципе, тот же самый RCS-лог в Linux, да, он умеет сливать логи на нужный сервер, он там работает либо по TCP, либо по UDP-протоколу, там, как настроить, вы там можете настроить нужные, ну, какие логи вам нужно сливать, какие шаблоны, вот, но, тем не менее, есть целые, опять же, инструменты для этого. Есть Elastic Stack, вот, ну, у них немножко, конечно, поменялась лицензионная политика, вот, плюс ко всему, он сейчас санкционный, вот, и в целом, ну, многие его, на самом деле, до сих пор пользуют, то есть, там, если порыться, там есть ссылочки, которые позволяют open-source версию скачать, это именно open-source версию, она еще, как бы, ее еще можно найти, вот, плюс ко всему, есть зеркала уже для российских разработчиков, то есть, кто хочет его себе скачать, можно репозиторий подключить и, соответственно, вытащить его без всяких там VPN-ов и так далее. Вот, но он, на самом деле, более требовательный к ресурсам, то есть, чисто в моей практике, как-то у нас вот не прижился Elastic, мы используем немножко другую систему, чуть позже к ней расскажу. Вот, есть альтернатива OpenSearch, это, в принципе, fork, это Elastic, был в свое время сделан, и, соответственно, тоже развивается, она, в принципе, по логике работает точно такая же, как Elastic, просто компоненты по-другому называются, но, по сути дела, тоже Elk. И тоже там можно хранить логи, там можно визуализировать их, можно их индексировать, там по ним удобно искать, вот. Но тоже OpenSearch, он по ресурсу емкости, наверное, примерно такой же, как и Elk, стэк, вот. Ну, плюс ко всему, там, на самом деле, с ним могут быть проблемы при установке, вот, потому что это Java, и она периодически, ну, то есть, вы первый раз ставите, у вас ничего не устанавливается, второй раз вы ничего не меняете, просто устанавливаете, у вас все устанавливается. Ну, то есть, там есть, как бы, такие моменты, с которыми нужно иногда повозиться, вот, не знаю, как сейчас, я пробовал это год назад, и, ну, вот, тоже у нас часто используется, можно встретить OpenSearch в различных инфраструктурах. Нас, конкретно в нашей практике, часто, вот, остановились на графане локи, и, соответственно, в чем здесь, ну, что привлекло, это в том, что у вас графана используется, как для мониторинга, да, то есть, как для визуализации метрик, ее также можно настроить и для визуализации логов, и, соответственно, у вас одна система визуализации, в которой вы можете посмотреть все, да, то есть, у вас здесь есть и логи, и метрики, вот, поэтому, ну, и плюс ко всему, по ресурсам она чуть менее прожорлива, вот, там, конечно, может быть, по функционалу она победнее, чем тот же ELK, но, тем не менее, да, графана по ресурсам, она менее прожорлива, и она спокойно работает, в принципе, на той же машине у нас, что и мониторинг, вот, и пока что проблем с этим нет, вот, то есть, соответственно, графана локи, плюс, там, тот же самый Приметеус, да, с графаной очень уже у вас, как бы, такая удобная возможность настроить два столпа, вот, это логирование и метрики. Ну, и последняя, ну, такая, наверное, самая сложная история, это трассировка, вот, то есть, трассировка, это, когда мы уже с вами смотрим поток запросов внутри нашей системы, то есть, как у нас, не просто лог, да, то есть, а как у нас этот запрос идет между такими компонентами, особенно это актуально в микросервисных архитектурах, когда у нас запрос, там, путешествует одного сервиса к другому, там, через базы данных и так далее, вот, и мы, соответственно, с помощью трейсов можем с вами понять, где у нас узкая горлышко, и на каком конкретном этапе у нас с вами возникают тормоза, вот, и, в принципе, да, то есть, для DevOps это как раз, ну, это, на самом деле, наверное, с точки зрения настройки самый сложный такой процесс, но для DevOps это удобно, да, потому что есть полная картина системы эксплуатируемой, то есть, тут есть детальный прям анализ хождения запросов, вот, можно сразу посмотреть, где у нас идет подвисание, вот, это также упрощает и дебаг, вот, вот, и здесь, опять же, есть различные инструменты, то есть, есть платные инструменты, там, облачные инструменты, это вот то, что справа у нас представлено, это тот же самый New Relic, ну, как бы есть Dynamics, вот, есть open-source инструменты, то есть, это, например, там, Yeager или тот же самый OpenZipkin, они различаются, ну, кстати говоря, вот есть графонотемпа, то есть, тоже есть инструмент, который позволяет собирать трейсы, и, опять же, да, думаю, неудивительно, что у нас вот именно остановились на графоне Tempo и активно пытаются внедрять именно ее, потому что, опять же, у вас одна и та же система визуализации, и вы видите все компоненты, да, все данные по вашему приложению, то есть, вот, с точки зрения трейсинга вы будете видеть примерно такую картину, как у вас, например, идет запрос между различными подсистемами вашего приложения, вы можете посмотреть, сколько времени он выполняется, да, то есть, что там, в какой последовательности, что дергается, это очень удобно при анализе, вот. И, соответственно, когда у вас собираются все вот эти вот три вида данных, то есть, у вас собираются и метрики, и логи, и трейсы, то вы можете, ну, с точки зрения трейбл-шутинга сэкономить, на самом деле, уйму времени, потому что у вас в одной системе вы будете видеть сразу вот весь контекст, то есть, вы видите метрики, вы видите цифры, вы видите не просто цифры, вы видите, в каком контексте эти цифры у вас появились, и вы видите еще, в какой последовательности у вас и какие запросы приходили на ваше приложение, то есть, когда к вам, не знаю, прилетит запрос на техподдержку клиентов, почему что-то не так работает, вы просто можете сразу открыть и посмотреть, что вообще у вас в системе происходило у конкретного клиента. Вот, конечно, минусы, наверное, это то, что это все нужно настраивать, вот, и, ну, с точки зрения там логирования и с точки зрения мониторинга это еще в принципе более-менее относительно просто, с точки зрения трейсинга здесь немножко все сложнее, то есть тут нужно смотреть стандарты, как вы будете эти трейсы собирать, то есть тут либо нужно поддерживать какой-нибудь там OpenTelemetry стандарт, потому что есть разные, опять же, да, системы, вот, и у вас, может быть, такие компоненты, с которых вам просто, ну, сложно как-то будет это дело все вытащить, то есть, не знаю, если у вас, например, есть какой-нибудь СУБД, в которой у вас есть какой-то кусок бизнес-логики, не то, что там код написан, у вас, не знаю, может быть, там такой подход датафлоу, когда у вас последовательно там кондиционимая процедура вызывает несколько представлений и тем самым у вас меняются данные, вот, ну, такой подход периодически используется в каких-то сложных корпоративных системах, и, соответственно, как бы здесь могут быть какие-то сложности с точки зрения внедрения трейсинга, но все равно, то есть, да, в идеале к этому стремиться и собирать метрики, вот, не только метрики, но и трейсы и логи, вот, значит, ну, опять же, да, одно не отменяет другое, то есть, на самом деле, не обязательно, может быть, все три столпа сразу вот пытаться внедрять, то есть, на самом деле, лучше хотя бы для начала что-то одно настроить, если у вас ничего нет, и хорошо правильно настроить, допустим, мониторинг, потом к этому подключить логирование, потом уже, например, трейсинг, вот, но, тем не менее, опять же, мониторинг, наверное, один из самых важных здесь будет компонентов, да, потому что, опять же, мы живем в реальном мире, у вас могут быть какие-то перебои в системе, у вас могут быть перебои в сети, у вас просто могут начинать, там, начать отсыхать диски, что-то еще, и, соответственно, вам желательно все-таки иметь хотя бы для начала метрики, чтобы понять, что у вас в системе не так. Вот, значит, опять же, есть антипаттерны в observability, да, то есть, это, скажем так, одержимость выбором инструментов, то есть, вы, на самом деле, их довольно большое количество, и здесь можно начать их изучать, начать их пытаться сравнивать, и в этом, в итоге, ничего не настроить, а просто тратить время на то, что пытаться выбрать лучший сервис. Лучше просто выбрать, наверное, либо тот, который вы знаете, либо тот, который вам кажется проще, и хотя бы настроить его. Вот, особенно, если вы это делаете вот с подходом в раздакция за код, вы, ну, вам будет это сделать проще. Опять же, плохая практика использовать данные инструменты в качестве каких-то костылей, то есть, когда у вас есть, например, какая-то проблема, у вас где-то зависает сервис, но вы, например, понимаете, что если его перезапустить, у вас все становится окей, и вы вот к этому прикручиваете мониторинг, да, какие-то инструменты observability для того, чтобы в случае вот какой-то ошибки у вас автоматически сервис стартовался, то есть, вы, получается, не решаете проблему, что у вас где-то какие-то тормоза возникают, а вы вот таким образом делаете костыль. Это тоже не очень, вот, хорошая практика. Ну, и, конечно же, ручное конфигурирование, да, то есть, старайтесь описывать все в виде кода, в виде конфигу, чтобы всегда это можно было заверсионировать, чтобы это было удобно читать, сопровождать и, соответственно, развернуть на любой инфраструктуре. Вот. Поэтому здесь как раз хорошо, если у вас будет много компонентов, да, то есть, не один монолит, а несколько компонентов. Опять же, их нужно, это всегда итерационный процесс, то есть, это делается не один раз. Если у вас там приходят какие-то оповещения, на которые вы не реагируете, вам нужно их откалибровать, сделать как-то более такой, скажем так, как менее чувствительным сделать ваш мониторинг, вот, и постоянно совершенствовать его, да, то есть, постоянно его улучшать, все компоненты. И, опять же, ну, наверное, последнее, что скажу, да, то есть, observability – это все-таки наблюдаемость. Наблюдаемость – это, вот, с одной стороны, вроде сложно, чтобы сломать, да, вы же просто наблюдаете, но вот как в квантовой физике, да, вот есть такая штука – наблюдатель влияет на процесс, и, на самом деле, мы с вами тоже в этом случае влияем на процесс. Поэтому настраивайте свои инструменты таким образом, чтобы конечное приложение ваше, оно от этого не пострадало. И вот этому как раз мы учим Votus, поэтому приходите к нам на курсы. У нас есть курс целый по настройке observability, вот, и мы с вами там, может быть, увидимся, и мы более подробно разберем, как настраивать уже те или иные инструменты. Сейчас я переключусь на чат, и, соответственно, вопросы, рад ответить на вопросы. Поднятая рука, я вижу, есть. Да, у меня есть вопрос. Спасибо за доклад, очень интересная презентация. Вопрос относительно баз данных. Какие лучше баз данных использовать? Ну, я понимаю, что это зависит от решения, но, тем не менее, например, если уменьшить скоп до метрик, какие твои предпочтения, если используется Prometheus так, что лучше использовать? И как следить за увеличением потребляемого места? Потому что я встречался с ситуациями, когда неконтролируемое разрастается, и это ведет к проблемам. Ну, я понимаю, здесь база данных имеется в виду для хранения метрик в Prometheus. Да, да. Ну, там из коробки, скажем так, есть Prometheus. Она где-то, если, ну, по-моему, недели две держит метрики. Она не рассчитана на длительное хранение. Если вот хочется что-то хранить подольше, то, ну, либо Victoria Metrics можно подключить, либо тот же Thanos. Thanos, вот, это более такие, наверное, распространенные варианты. Наверное, вот эти две. Вот, то есть вот их как бы больше настраивали. С точки зрения места, ну, просто смотреть так же. Как бы, то есть те же ставить. Ну, во-первых, Prometheus, он всегда себя мониторит сам. Вот, плюс, ну, также ставить NodeExporter и смотреть за тем, что происходит на сервере. Ну, вот. Ну, я так понимаю, что имеет смысл поставить какой-то превентивный алерт на то, что, типа, идет заполнение, там, больше, чем на 80% что-нибудь в этой серии? Вы можете настроить алерт на тему, там, условно, можно смотреть, насколько у вас место растет, в принципе, относительно, вот, времени суток. То есть, например, у вас оно в день растет, там, на какое-то количество гиглов, там, условно. Ну, не знаю, я цифру сейчас из головы возьму, там, допустим, на гиг каждый день, а тут раз на 10. Вот, то есть это явно какая-то ерунда получается. Возможно, там кто-то конфиг настроил так, что, там, каждую секунду, не знаю, скрепинг идет, он там метрики со всех узлов начинает сыпать. Вот, либо еще что-то. То есть здесь, ну, собственно, да, можно смотреть просто еще на вот эти, ну, показатели дельты, скажем так. Вот, и, в принципе, оно будет работать. Да, спасибо за ответ. Я встречал такое решение, детекция аномальных паттернов в SaaS решениях. Типа, датадок и... Ну, SaaS, отдельная тема, вот, на самом деле, в принципе, тоже можно их использовать. Вот, но я, как бы, здесь просто сейчас очень часто, если говорить про кейсы, особенно в России, вот, сейчас очень, ну, такой тренд – это уходить в инхаус, наверное, и системы, соответственно, на своей инфраструктуре разворачивать. Особенно, если мы говорим про ГУПы, вот, и на какие-то большие компании, больших корпоративных заказчиков, которые, там, продукт, соответственно, хотят, естественно, мониторинг, как бы, у себя развернуть. Они не доверяют этим вот SaaS-инструментам. То есть, даже если это будет какой-то провайдер наш, условно, который будет просто мониторинг, как сервис предлагать, вот, они тоже 10 раз подумают. То есть, ну, если брать, там, коммерческие организации небольшие, то да. Вот, если брать что-то большое, то сложнее там договориться. Опять же, с точки зрения безопасности, там, целый, будет эпопея прохождения всех этих допусков и так далее. Вот, поэтому. Да, это отдельная тема, там, утечка паролей через логи и все с такой, это прям отдельный топик. Да, еще вопросы. Так, какие варианты контроля за самим сервером мониторинга лучше использовать дополнительный сервер, что будет мониторить первый или кластеризование? Здесь тоже отдельная тема, на самом деле, как мониторить сервер мониторинга. Вот, тут зависит от инфраструктуры и зависит от того, как, ну, у нас как, как сегментирована, опять же, сеть. То есть, у вас, вы можете, там, дополнительный сервер использовать. Вопрос, как, ну, в каком сегменте сети он будет размещен. И что будет, если, опять же, ну, не знаю, у вас, там, поменяли какие-нибудь конфиги, случайно забыли добавить маршрут, там, да, и у вас из одного сегмента этот сервер не видит основной. Вот, и он начинает орать, сыпать алерты, хотя основной сервер, как бы, работает. Здесь много есть вариантов. Есть, как бы, какие-то такие решения ставят микроконтроллер с GSM, модулем отдельным, вот, который просто смотрит, что, там, сервер, например, внутри инфраструктуры жив, и даже, там, если, к примеру, интернет отвалился, или что-то еще, он просто отсылает смс-ку, допустим, вот. Поэтому тут сложно сказать сейчас что-то конкретное. Так, еще вижу вопрос для Prometheus. Логирование, какие, примерно, ресурсы нужны? Примерно для, вот, 1000 ПК Linux. Понятно, что все настраивается, но так, примерно размер хранилища. Размер хранилища зависит от того, сколько вы хотите времени, за какой период времени вы хотите хранить метрики. Вот, то есть это, как бы, чем, соответственно, дольше вы хотите метрики хранить, тем больше хранилища вам нужно. Что касается ресурсов, ну, по, именно, CPU, тут, наверное, можно сравнить. У Zabbix есть хорошая табличка, сколько вам нужно ресурсов по, 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 те или иные метрики. Тут, на самом деле, можно немножечко ориентироваться на их табличку, вот, потому что по объему там, ну, как бы, не особо большая разница. Если вы хотите именно логи хранить, ну, опять же, объем логов, то есть, важно понимать. То есть, вы можете, у вас приложение может, там, в день несколько гигабайт логов писать, вот, она может вам писать меньше 100 мегабайт, меньше мегабайта логов. То есть, тут нужно от этого отталкиваться. То есть, объем этих логов и период. Опять же, сжатие, то есть, если вы сжимаете логи, они у вас потом ротироваться будут, то вы можете что-то просто в архив сливать. И, там уже зависит от того, как у вас, ну, каким алгоритмом сжатия будете сжимать, насколько у вас можно дедуплицировать данные, если там что-то повторяется, чтобы у вас блоки можно было лишние удалить. Вот, так.